ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Славили Бога Конечно же, любую песню Господь нам наводит нас вперед Но на самом деле ли это Лежит то водительство, которое было в прошлом году или пять лет тому назад Возможно, это уже не действует Это все иссякло, возможно Это старые пути Вы знаете, Господь во многом нас благословляет Например, ощутимо в чем-либо Одежда, обувь, я не знаю Возможно, часы Но это все прошло, это все иссякло Это все, уже все, потрепалось это все, одежда потрепалась вся. Вы понимаете, мы же не будем держать эту обувь, которая уже все износилась. Но и Господь хочет дать новое, и мы остались на свидетельстве этой старой обуви. Господь хочет новое свидетельство, хочет, чтобы ты поднялся в бизнесе. Дорогой бизнес, не оставайся на своей мудрости. Господь, у Бога есть боли для тебя. Сегодня дела Божьи очень большие, у тебя есть нужда в том, чтобы слышать голос Бога, как дитя малое, слышать его голос и сказать, Господь, у меня есть нужда. У меня есть нужда в новой мудрости, в новом творчестве. Кто верит, что Господь творит, что Господь пустыню превращает в цветущий сад, но хочет, чтобы ты был как жаждущий дитя, жаждущий и алкующий. Сегодня я хочу, чтобы не было для тебя простым таким же служением. Жди Бога, возможно, во время поклонения прославления придет мысль-то, мудрость-то. Ищи Бога, ищи Бога во всех мелочах Бога, ищи Его. Вы знаете, наши потери, поражения где? Во многом случае, когда нас подходит наша опытность. Хороша эта опытность в местах, но не всегда. Я привожу примеров. Например, если ты пьешь кофе, если ты не поможешь после этого, эту чашку, если она не будет чистой, ты нальешь в следующий раз, на следующий день, тоже кофе в эту же чашку. Если внутри нас не будет чисто, мы все это забудем. Слава Иисусу Христу. Давайте, знаете, скажем. Слава Иисусу. Но мы не забыли, как хорошо было пять лет назад. Зато через меня я обманился. Вот так, 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 так случилось следующее чудо. Слава Богу, все это было. Опорожнее это все. Он хочет наполнить тебя новым. А как же я забуду? Послушай, если надо будет, Господь наполнит тебя. Давайте во время этого поклонения, пускай будет водительство Бога. И что мы хотим, как дитя малое, поклоняться Ему. У кого есть нужда в этом? Все мы, все мы имеем эту нужду. У нас есть нужда в поменении, чтобы изменились, значит, ситуации. И церковь хочет, чтобы твою жизнь была изменена. Я, как твой брат, я хочу, чтобы вокруг меня были, у всех была работа, бизнес. Чтобы все процветали. Чтобы мы видели друг друга благословенную. У меня тоже есть нужда в том, чтобы слышать голос Божий всякий раз, во всякое время. Чтобы моя семья была благословена, чтобы они были сыты. Аллилуйя. Небесный наш Отец, именем, мы благословляем Святое имя Твое, Господь мой. Отец Святой, мы сейчас стоим в Тебе, Господь мой, и мы смотрим на Твой свет, Господь мой. Господь, оторви от наших сердец весь опыт и все горы. Ты наш пастырь, Ты наш добрый пастырь, Господь мой. Веди нас, Господь мой, тихим водом, пожитьем злачным, Господь мой. Чтобы внутри нас была Тобой наполнена, Господь мой. Чтобы видели, как Ты творишь, и мы делали, Господь мой. Говори, Господь, со всяким из нас, Господь мой, мы нуждаемся сегодня в Тебе. Дорогой Дух Святой, драгоценный Дух Святой, без себя ничего не можем мы делать. Дух Святой, драгоценный Дух Святой, прятая Дух Святой, грабет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 одну секунду, подождите, и столько она говорит, и они вынуждены опыкаться. Не только она. У нас много таких сестер. Слава Богу за таких сестер. Слава Богу. Но горе нам, если мы не будем благовествовать Евангелие. Вы знаете, мы соль, и в соляных копиях готовится соль для того, чтобы мир употреблял соль. Мы здесь готовимся, вооружаемся, чтобы мы были вкусом, солью в этом мире. Многие ждут, как умрет сосед от рака. А, посмотри, купили ли ему лекарство, получил ли он химию, как бы смотришь новости, дорогие. Если ты не будешь молиться за этого человека, не будешь свидетельствовать, просить через кого-либо, чтобы позвольте, чтобы мы призвали кого-либо из служителей церкви, или же я сам приду, будут служить, молиться. Скажу, с тобой может произойти чудо в нашей группе, в мерзовании. Обычная сестра молилась за брата, и под рукой, под мышкой у него было воспаление, какое-то опухоль была, и она прошла. Возлюбленные, мы ждем от Бога, но, Господь, когда ты исполнишь Его Слово, ты строишь свой дом на скале. Знаете, что значит строить на скале? Во всех сферах, все сферы твоей жизни укрепятся, будут твердыми, и ураганы не повлияют на тебя. В нашей жизни есть вера, если отсюда удар придет, я не знаю, как будет. Дорогие мои возлюбленные, мы должны укрепиться, когда ты ходишь по путям истины, и Бог говорит, когда ты будешь ходить по путям истины, ты познаешь меня, и я исправлю твои пути. Если ты что-либо делаешь для Бога, и Господь начинает исправлять, показывать. Слава Богу, я свидетельствовал одному таксисту, все, что я говорил, он говорит, йога поможет. Он был специалистом йоги. Все, что я говорил, он говорит, йога поможет. Я говорю, Иисус, он говорит, йога. Я говорю, йога тебя в рай перевезет тебя. Он говорит, где это написано? Как же, это в книге нашей йоги. И вдруг Дух Святой мне сказал, спроси, как у тебя взаимоотношения в семье? Я спросил, как у тебя взаимоотношения с детьми и супругами? Он сказал, вот, йога этого не может, вот этого одного он не может делать. Вы знаете, Бог с тобой, и Он сотрудничает с тобой. И да, в конце он покаялся, этот человек. Я торопился, но я остался в его машине, мы остались в машине, остановились, и он покаялся. Дорогие мои возлюбленные, Дух Святой знает, как коснуться. Тот камень, который Давид убил Голиафа, знал, как нужно послать. Это Дух Святой послал этот камень. Сегодня Дух Святой с тобой для того, чтобы ты свидетельствовал, чтобы он знал, каким словом коснуться человека, чтобы он покаялся и принял Иисуса. Наша авторитет, наше водительство – Дух Святой. Он наш благословляет нас. На земле он делает. Когда ты открываешь рот, все меняется. В четвертом селе один брат пришел из России. Он до этого во время коммунистического режима был свидетелем христианина, потом он отказался, пришел. У него был рак, и он потом попросил брата, чтобы он нашел верующих и пригласил верующих. И мы пошли. Он нашел нас, и мы пошли. Мы проповедовали. Потом он сказал, прошу вас, славьте Бога, я хочу поклоняться. Они были в доме брата, и никто не принимал Господа Христа. Потом прошло несколько дней, я сказал, потом мы посетим тебя. Я потом узнал, что он успокоился и пошел на небо. Потом в этот день я был в красной рубашке. И даже мне... Я не думал, что, возможно, я там буду говорить. Мы пошли, чтобы утешить этих людей и выйти оттуда. А вообще, когда приглашают на похороны или на панихиду, мы особенно обдеваемся по этому случаю, чтобы мы проповедовали там. Но в этот день я не думал, меня и не приглашали на это. Мы пошли, чтобы соболезновать и утешить этих людей какими-либо словами. И как только я вошел, Дух Святой сказал, ты будешь благовестное здесь Евангелие. Гроб стоит, большая комната. Им никто мне дал власть, даже не пригласили сюда. Я подошел к брату и сказал, помнишь, как твой брат, когда был жив на земле, очень любил Слово Божие? Он сказал, да. Ты знаешь, если бы он был здесь, с нами, был бы жив на этой земле, он бы сказал, что... Он бы попросил, чтобы я говорил. Он сказал, да. Тогда я сказал, позволь, я буду благовестовать Евангелие, Бог хочет. Да, он сказал, я тебя разрешаю. Я встал, я взял, встал перед гробом. Этот гроб был дубовый, я так бил кулаком по этому гробу и говорил. Я говорил, послушайте, очень с каждого подойдет сюда. Я сказал, я слуга Иисуса. И очень смешно было то, что я был в этой красной рубашке. Очень такая темная рубашка красного цвета была. И это было смешно, но я на это не смотрел. Вы знаете, я не был опытным служителем в это время. Нет. Я даже не помню, что говорил. Я помню, что принял, молился молитвой поклонения. И вы знаете, были люди, которые покаялись. И такая радость была во время этих похорон. И я хотел даже сказать, давайте сейчас будем вставать и будем поклоняться. Но были похороны, я сказал, лучше отсюда быстро выйду. Я сказал брату, дай ключи, я пойду в машину сядю, потому что я начну здесь поклоняться и славить Бога. И была такая радость, как бы на свадьбе какая бывает. Или же из какого-либо другого радостного места. Когда ты не следишь свидетельствовать о Иисусе Христе, знай, что радость Божия придет на тебя. Аминь. Вы знаете, когда я говорю, ты исцеляешься во время немощи. Я слышал историю Лестера Самрала, когда он был при смерти. Я не знаю, какая была Базель. Он видел видение в одной стороне Писания, в другой стороне. Говорит, избери, какого ты избираешь. Если ты выберешь Писание, ты будешь благовествовать и говорить проповедиции жить. И он избрал Писание. Вы знаете, что мы сегодня более много из нас принимаем? Лекарства. Я не против врачей, но не сосредотачивайся на этом. Возьми кого-либо и проповедуй кому-либо. Если не можешь выйти из дома, попроси кого-либо прийти к вам домой. И скажи, и проповедуй. После работы приходи ко мне. А что ты будешь проповедовать? У меня нету никакой темы проповеды. Помни просто, что сделал Господь в твоей жизни. И начни свидетельствовать. Когда говоришь Слово Божие, ты чувствуешь, что Дух Святой движется в тебе, и Он благословляет тебя. Ты думаешь, Ему говоришь, но говоришь на самом деле сам себе даже. Иногда получается так, что говоришь, ой, как хорошо, чтобы хотя бы этот брат, который в группе был, был в нашем доме, который всем советовал. Но ты сам этот брат, когда ты сам начинаешь говорить, восстанавливается сила Божия. Господь очень особенным способом открывается в тебе, когда ты благовествуешь. Аминь. Вы знаете, разными методами Господь касается людей. Но важно, чтобы ты знал, что Господь любит людей. Иисус любит. Умер и воскрес для каждого. И цель Его, чтобы все... Чтобы попросить грехи. Были случаи, когда я молился и не принимали Иисуса Христа. Но от этого моё уважение упало перед этими людьми. Они более уважительно относились ко мне. Я скажу вам, Эстер, Эсфир, она могла не открыться, что она из Божьего народа. Она оказалась в царском дворце и так далее, и так далее. И если бы пришла мысль, если бы ты знали, что ты из царского народа, то есть Божественного народа, убьют тебя. Вы знаете, что эта мысль приходит ко всем нам. Вы знаете, но там она открылась, и была мысль для того, чтобы в этом царском дворце, чтобы её убить. Но когда она свидетельствовала, она спасла и свой народ, её уважение по отношению к нему возросло. Вы знаете, я работал в строительной бригаде нашей в одном месте. И вот этот человек, у которого работали, он был метр девяносто, он такой накачанный человек, очень такой сильный человек был, хозяин этого дела. И пять-шесть человек с ним ходят до охраны, и если кто-либо что-либо делал, его наказывали, никто ему против него ничего не мог говорить. И мы оказались там, я сказал сам себе, я буду сейчас благовествовать ему и говорить, проповедовать о Иисусе Христе. Я начал рассказывать об Иисусе Христе, я сказал, Иисус тебя любит и хочет освободить тебя от греха, чтобы ты не пошёл в ад и оставил греховную жизнь. Он сказал, больше не говори, я не хочу ни слышать, ни принимать, иди работай, продолжай работать. И мысль такая была, о, а завтра, если он нас просто освободит от работы, я не знаю, что с ним произошло в этот день, за ночь, что с ним произошло. Он встречает меня на следующий день, принимает и говорит, вот эта машина, станок, через который вы работаете, новый есть, хочешь? Я говорю, да, хочу я. А сколько стоит? Он говорит, ничего, я тебе подарю. И он дарит мне это. Приблизительно 500-600 долларов стоило это оборудование, новое. Но он так и не принял Иисуса Христа. Я не знаю, возлюбленный, что с ним произошло. Возможно, он в тайной комнате своей молился и покаялся, я не знаю. Нам иногда кажется, если он не принял всё, он будет знать, что ты моральный, нравственный человек. Принял он или нет, он будет знать, что на тебя Божья охрана, защита, что ты человек, который Божий человек. И как с тобой говорить, чтобы не раскрывать свой грязный язык, рот на тебя. Ты здесь? Были пьяные люди. У нас маленький магазин был, работали. Они пьяные, просто они разговаривали, то есть они ругались. И они мешали моей торговле, и на меня это действовало. Я говорю, что мне с ними делать? Именем Иисуса Христа пускай уйдут, я не знаю, и так далее, молюсь. И вдруг Бог говорит, иди расскажи им об Иисусе Христе. Они пьяные, я говорю, Господь, они пьяные, а что я им буду говорить? Я пошёл. Остановитесь, ну-ка, с властью сказал. Послушайте меня. Они посмотрели на меня. Они знали, что я верующий. Я им рассказал об Иисусе Христе. Долго-долго говорил, но никто не молился со мной, но и не сказал нет. На следующий день все трезвые пришли ко мне и, знаете, с таким уважением здороваются со мной от всего сердца. Они так никогда не здоровались со мной. Возлюбленный, ты исповедуешь имя Бога, и Он знает, как двигаться в сердцах людей. Ты свидетельствуй об Боге, и Бог знает, когда использовать эти семена. Когда сеешь семя, в сердца людей придёт какая-то ситуация, и Бог напомнит им это, даст свои ростки. Когда ты сеешь Слово Божие, есть слово такое, я говорю, как бы сказать, даром получили, даром давайте. Сей, не будь скупым, не будь скупым, сей щедро. Есть люди, которые, есть человек, который нужно, не нужно, он проповедует везде. А есть человек, который, я не знаю, что должно произойти в его жизни, чтобы он, какая была ситуация, чтобы он проповедовал. Стоит или не стоит, мол, говорить. Сегодня, возлюбленный, у нас есть Слово с небес. Я не апостол, я видел, что церковь увеличилась тысячами. Я верю, что мы дойдём до следующего служения, и это Слово, которое войдёт в твое сердце, не даст тебе спокоя, чтобы ты, когда будешь знать, что твой сосед не спасён, и чтобы ты не думал, что ты хороший, и что ты такой хороший, что кто-то оказался смиренным Богом и пришёл свидетельствовать тебе. Вот я один раз, или же, я говорил один раз, ему не слышал, может, и второй раз нужно, может, третий раз, может, другому соседу нужно говорить Слово Божьего. Я скажу вам, это Новый год был всегда хорошей причиной для того, чтобы, поводом для того, чтобы открывались двери проповедовать. Ко мне пришли соседи, напротив, и я знал, что нас говорили отрицательно, что мы верующие и так далее, и так далее. И на Новый год никто не говорит, приходите, не приходите. Я сказал, давай, супруги, зайдём к ним, и будем, сказал, здравствуйте, позвонили, мы дверь открыли, с Новым годом. Они сказали, проходите, удивлённые, они думали, о, кто вы такие же? Я думаю, внутри они себя думают. Мы вошли, сели, мы говорили о Иисусе Христе, и проходит несколько дней. И оказывается, что долгие годы они могут, у них нету детей, они уже в годах. Эта бабушка взяла свою невестку, которая за 40, и говорит, хачик, мы ждём уже детей, мы ждём детей уже долгое время молить, чтобы ничего плохого не было. И все сказали, что должен быть и супруг при молитве, так что позовите супруга, все опокаялись, все опокаялись. Но очень часто ты думаешь, а разве или так, или по-другому? Вы знаете, как меняются отношения? Большая радость приходит. Тебя особенным образом принимают, тебя уважают, благословляют. Для меня, скажу вам, чашку кофе для меня очень дорого стоит, когда в таких местах угощают. Когда ты пошёл, проповедовал, и с таким удовольствием пьёшь эту чашку кофе, чем ты всё время будешь сидеть дома и пить всё время кофе? Слава Иисусу! Деяния апостолов. Давайте, 10 глава Деяния апостолов. 17 глава Деяния апостолов. Павел, будучи апостолом, в 17 главе написано, 17.16 будет читать. В ожидании их в Афинах, Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и сочтущими Бога ежедневно на площади со встречающимися. Посмотрите, на площади со встречающимися ежедневно говорил. Я знаю, я в последнее время заметил это место. Я думал, в особенных больших собраниях он говорил. Нет, он проповедовал на улице всем встречающимся. Сегодня наше сердце болит за наш народ, за армянский народ. Мы сегодня молимся, чтобы не было войны, был мир. Мы молимся, чтобы экономика поняла, чтобы вышли, освободились от проклятия люди. Но мы также должны действовать и говорить людям. Когда ты смотришь в глаза людей на улице, у всех проблемы, задачи, тяжесть греха, проклятия. Скажу вам, Павел, он не стыдился свидетельствовать об Иисусе Христе. Я говорю, я очень был благословлен, когда благовествовал. Я даже не видел. Просто я повод употреблял и ходил, благовествовал. В один из новых годов я пошел по дороге к родственнику, знакомому. Я вообще их не знал. Меня попросили, чтобы мы зашли. У них были гости из-за рубежа, из разных мест. Сидели за столом люди, и так получилось, что я начал говорить Евангелие. И один человек сказал, все время говорил, слава Богу, слава Богу. Я сказал, ты веришь Иисусу Христу? Было видно, что он верующим был. Он говорил, что я был активным членом церкви в одно время, в каких-либо областях Армении. Потом оставил Бога по какой-либо причине, я не знаю. Я помолился за всех, сказал до свидания и вышел. С хорошим, большим, возвышенным настроением. И проходит год. Этот человек только посещает Армению на Новый год. Звонит мне 15 ноября где-то было. И говорят, помнишь, год тому назад, когда ты встретил этого человека, молился за него. Я говорю, да. Он говорит, хочет прийти поздравить твой Новый год. Я говорю, пускай приходит. Мы закрыли Новый год. Уже, ну пускай приходит. Он пришел к нам домой. И он сказал, помнишь, когда ты молился за меня? Так у меня дела пошли хорошо. Возможно, еще раз молиться? Я говорю, ты что, каждый год, год раз приходишь, ты должен приходить к нам домой, чтобы молиться за тебя? Я говорю, должен ты креститься Духом Святым? Найди церковь там, где живешь. Он говорит, нет, нет, я не хочу креститься Святым Духом. Я не достоин, какие-то слова говорят. Я объясняю, объясняю ему, он говорит, нет. Я сказал, ладно, помолюсь, пускай он идет с Богом. После молитвы он сказал, а каким бизнесом ты занимаешься? Я сказал, я служу Богу, но хочу обывным бизнесом заниматься. Он сказал, я для производства Бога, я тебя благословю. Он сказал, я подарю тебе, дам денег. Я думал, он шутит. Через несколько дней звонят из-за рубежа и говорят, скажи паспортные данные. Он благословил меня большей суммой, с которой я начал производство обуви. Он был не родственником, не знакомым мне. Ты спрашиваешь, кто он? Давай, скажи, я тоже пойду к нему проповедовать. Он не здесь живет, не в Армении живет. Дорогие мои, когда ты даешь благословение безвозмездно, пути Божьи непобедимы. Ты не знаешь, как будет действовать Бог. Знаешь, иногда встречаешь с сестер в разводе, в плохих состояниях. Вроде у них нет будущего, не знают все это. Иди свидетельствуй о Христе, благовествуй. У меня есть такое свидетельство. Для меня позвали, одна семья дверь открыла. Я пошел туда, это было очень финансовое затруднение, эта семья была, трудностях больших. И знаете, эта сестра стала там лидером домочной группы. Родители этого, те, которые жили там, они сказали своему сыну, который был в России, чтобы вот есть одна хорошая сестра, приходи, ты должен взять ее в жены. Он пришел, и они уже повенчались. Ты здесь? Я могу до завтрашнего утра свидетельствовать тебя. Но мы должны, у нас мало времени. Не имеет значения, в каком ты состоянии на своем рабочем месте. Кто, кем ты работаешь? Кто ты? Президент, директор или же уборщик? Не имеет значения. В Дианиях Апостолах есть очень удивительное место. Диания Апостолов 27. Павел. Из одного места, он там пленник на корабле. Его переносит из одного места в другое. То есть, не очень-то обращают внимание на пленника, дают просто, чтобы он поел, и все. Пленник, пленника может, заключенного может слушать, но здесь было сказание, он говорит, что Господь мне сказал, что будет проблема во время этого путешествия. Ну, не бойтесь, ничего не будет. И не обратили на это внимания никто. Потом опять он говорит, снова и снова, 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 и потом в одном месте он благословляет хлеб и говорит, Господь мне сказал, что ангелы нас защищают. Вы знаете, что было очень удивительно? В Дианиях Апостолов, вот, глава 27-37. Было же всех нас на корабле 276 душ. На корабле было 276 душ. Несколько заключенных, и один из этих заключенных, он под его водительством ведет этот корабль. Он ведет всех этих людей. Было место там, что вот у нас будет корабль крушения, что мы сейчас потупиться, утонет корабль, давайте убьем этих пленников. Но в одном месте был человек, который сказал, не надо их трогать, потому что Павла любили. За что? За красивые глаза? Нет. Потому что он благовествует. Он не благовествовал Евангелие. Павел не считал себя заключенным, он благовествовал Евангелие. Он вел этот корабль. Сегодняшняя твоя трудность идет к тому, чтобы ты утвердила свое звание. Павел был заключенный. Он должен был идти в Рим, чтобы благовествовать. Это было не случайно. Я хочу тебе сказать, что твои затруднения ведут тебя не к погибели, а поднимают к тому, чтобы ты вошел в свое знамение, видение и призвание. Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Я прошел в своей христианской жизни много трудностей, но я всегда получил Слово Божие от Бога. Это не пришло тебя погубить. Ты можешь возрасти в этом. Аминь. Если я открыл дверь, закрой. Неправильно сделай. Попроси прощения и не делай дальше этого. Оставь дела тьмы. Знаете, если время от времени ты исцеляешься, а потом повторяется, повторяется, опять ты исцеляешься, спроси Бога. Возможно, в твоем сердце есть что-либо, когда ты боишься или же сомневаешься, или же открыл двери тьмы в твоей жизни? Конечно же, я не говорю, что все это следствие тьмы, но Господь сказал, иди и больше не греши. Иди и больше не греши. Вы знаете, так больно, когда встречаются Божьи слушатели, которые говорят странные вещи, или же верующие очень легко врет, говорит ложь, очень легко. Вместо того, что вы говорите, о Господи, я ошибся, прости меня. Но оно очень легко, очень свободно говорит ложь. Вы знаете, в Диане особенно опасно говорить ложь пастору. Петро сказали неправду и умерли. Это их финансы были, они имели право делать все, что хотели. Вы знаете, я вам скажу одну вещь. Это было не так просто, они сказали. Возможно, она не сомферы. Господь сказал время от времени, оставьте это, оставьте это. Это было так профессионально, что они в единении лгали по этому вопросу. Но когда ты, духовный человек, не входи в единение, в согласие с лозу мужа твоего. Я своей супруге сказал, когда я приду домой, если я буду говорить что-либо плохое о служителе, ты просто не соглашайся со мной. Ты просто скажи, ты должен молиться и покаяться, потому что есть опасность, угроза этому. Я с вами глазами веден. Ко мне в группу приходил молодой человек, 22 года. Он умер? Я не знаю, от чего он умер. От газа, конечно же, да, в гараже от СО газа. Но мы очень легко смотрим на это слово, как говорим все, что хочется нам. Не надо, серьезно относиться к этому надо. Выходить против... В нашей церкви было пророческое слово, чтобы не выходить против единения. Вы знаете, помазание и Дух Святой – это едины. Говорится, что против Духа Святого ложь не прощается. Много раз ты говоришь, что это помазанник, это другой помазанник. Ты даже не разбираешься, человек или помазанник. Просто так не говори все, что попадется. Тебе дается, говори о своей семье, о своих служениях говори. Не говори о служении других, не говори сам по себе. И все, что хочешь, говоришь. Тебе кажется, что... Вот это дело в церкви... Мне кажется, что было неправильно сделано. То, что кажется, оставь себе то, что кажется. Когда тебя поставят главой церкви, вот тогда будешь решать, что правильно, а что нет. Одна сестра как-то и ходит к своему региональному пастору и говорит, я в своем сердце получила вот это. Как только ты станешь региональным пастором, вот будешь делать то, что получил, и все, что хочешь. Она все время подходит к нему, предлагает что-либо такое, чтобы изменилось. Вы знаете, есть вещи, которые делают то, что тебе дано. Думай о себе, думай о благовествовании, думай, подрасти в духе, в вере, чтобы у тебя общество было, чтобы тебя приглашали люди к себе домой. Не оставайся одни, мы хотим тебя встретить. Мы нуждаемся в тебе одно, другое, третье. Не знаю, сегодняшняя праповедь, она, не знаю, это не по своей воле я эти слова говорю. По мне я бы этого не говорил, но сейчас есть водительство духа. Давайте быть осторожными по этому вопросу. Зияния апостолов 28. Они спаслись от кораблекрушения, пришли в 28 главу. Они пришли голодные, холодные, и они перед огнем греются. Какое-то там племя там бывает. С третьего слова давайте читать. Когда же Павел набрал множество хороста и клал на огонь, тогда ехидно, выйдя от жара, повисло на руке его. И на племеннике, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верно, этот человек – убийца. Когда его спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого времени. Когда в Божьем деле, если ты хочешь класть Божий огонь в что-либо и приносит хороста, когда спасаются люди и так далее, и смей говорит, о, а кто эта сестра? А хочет еще хороста прибавить, да? И на руку хочет укуситься. Господь не ушел от огня, и он стряхнул в огонь. Не уходи от твоей змеи, не уходи от Божьих дел, когда ты под атаками, когда есть воздействие на тебя демоническое. Просто разрушь все дела сатаны. Дорогой, если ты не хочешь в церковь, потому что по каким-либо проблемам в холодном месте смей твой вопрос решат. Тебе нужен Божий огонь, чтобы ты решил эти дела. Если ты сидишь и говоришь, нет, все равно, Господь со мной здесь. Послушайте меня, в доме у тебя нету пастора, у тебя нету дома лидера, у тебя нету дома лидера, брата и сестра, чтобы показывали твою истину или неправду и молились за тебя. Не оставайся дома. Лучше, чтобы мы были неправы, но чтобы были защищены. Деяниях продолжает, Павел, и говорят, что вот сейчас этот человек, возможно, умрет, потому что змея хочет его укрепить. Потом стряхнул, а змею в огонь и продолжает. И потом он арендует там дом и два года проповедует. Читайте, Деяния Апостолов. Начинает опять свидетельствовать и проповедовать, проповедовать. Апостол. Я хочу... Поднимитесь, пожалуйста, группа прославлений, я скоро закончу. Первая Коринфянам. Девятая глава. Возлюбленные, я не хочу пугать никого, но страх Божий ведет к покаянию, и это хорошо. Я хочу, чтобы мы воодушевились сегодня и распространяли благовестия Евангелия. Первая Коринфянам, девятая глава, шестнадцатого стиха. Ибо если я благовествую, то нечем не хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Апостол Павел в первом Коринфянам 9,16 говорит, это моя необходимая. У тебя были вопросы с налоговой? И он говорит, горе мне, это обязанность моя. Очень плохо будет, если я не буду благовествовать. Знаете, жизнь Павла была не такой, какая у него легкая жизнь была. Посмотрите, прочитайте, посмотрите его жизнь. Его били, его камнями били. Он был в голоде, в холоде было написано. Один раз он умер, потом воскрес. В постах и молитвах, во многих внутренних затруднениях. Но он говорит, если кто будет изнемогать, я буду силен. Он говорит, что сегодня удача, сила в том, чтобы ходить в Боге и делать Слово Божие. Несмотря на свое физическое состояние, держи себя правильно, личность свою. И благовествую Евангелие. Скажи аминь. Слава Иисусу. Давайте встанем. Аллилуйя. Аллилуйя. Я бы попросил, чтобы во время прославления за все слова, которые мы сказали, не к месту, просили прощения. И чтобы мы попросили прощения о том, чтобы мы перестали благовествовать. Давайте встряхнем сами себя и начнем благовествовать Евангелие. Дорогие мои, возлюбленные. Господь в твоих личных проблемах хочет изменить твою жизнь. Но во многих случаях, чтобы ты ходил с Богом. И говоришь, когда церковь решит этот вопрос? Возлюбленные. В церкви есть служение, полученное от Бога, которое он решает эти вопросы. Конечно, мы будем молиться за тебя, благословять тебя, но ты жди от Иисуса Христа. Здесь очень важно, чтобы ты встретил Иисуса Христа и получил слово от Бога, и чтобы ты приблизился к Богу, и знал, где твоя жизнь. У Моисея был жезл, он уже через жезл нашел методы, как вести. Он поднимал жезл, и все чудеса творились в Божии. Самсон через волосы. У тебя тоже есть ключ для твоей удачи. Ты должен познать его, чтобы ты был активен в его дороге, благовествовать его Евангелие, когда церковь говорит слово, чтобы брал это и вкладывал это в дело, это слово. Вы знаете, почему многие грустны и в неправильных мыслях? Потому что они ничем не заняты. Нагруженный человек, у этого человека, занятого человека нет, услышит врага. Занятой человек занят, и он с Богом, и он слышит голос Божий. Очень многие сидят угрюмые, грустные, и говорят, возможно, я покину эту страну, и там останусь какой-нибудь, за границу куда-нибудь. Ты, дорогой мой, лучше ходи с Богом, благовествуй Евангелие, отпусти людей, отпусти кого-либо. Давайте будем петь, возьмем песню. Прибыть с Богом. Если чувствуешь, что кажется, что это слово тебе, не сердись, покайся. Не наполняйся против меня чем-либо. Я твой брат. Я это говорю с любовью, обличаюсь с любовью. Аллилуйя. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!